Театр Европы 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 Я пришел в гости к людям, и там было вооруженное грабление на человека, к которому я пришел. Одеты на голову, там, наволочки, все это. Когда ты стоишь прямо перед зеркалом, все вдруг, и переворачивается в обратную сторону. Ты понимаешь, что все, ты стоишь на краю, и куда больше движений нет. Сейчас человек просто подойдет, выстрелит, и все, и тебя нет. Тебя нет. Случайно нас спасли, совершенно случайно. Ну, случайности не случайны, конечно, да, я понимаю, что божья помощь была такая, но это я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Вот это был переломный такой момент совершенно. И вдруг я понимаю, что дальше жить так нельзя. Нельзя. Знаете, я тут подумал, а что было бы, если бы я сидел на вашем месте, а вы бы на моем? Признаться, я бы изрядно поволновался. Жил я неправильно. Жил не по законам людским, человеческим, не по законам Божьим даже. Я жил как вот мне, эгоистически. Так, вот я жил как, вот я жив и хорошо. А остальное, оно меня в принципе не волнует, что слева, что справа. Когда оказалось, что можно все совершенно. И это все пройдет безнаказанно. А когда вдруг встал выбор, перед тем, либо ты будешь лежать в могиле с надписью, год рождения, 74-й, либо ты будешь сидеть в местах не столь отдаленных. С моим характером, с моей упертостью, с моим таким желанием, наверное, да. Я думаю, что этим бы и закончилось. Нет, все-таки я не думаю, чтобы человек не волновался в такую вещь, когда он может проиграть с самого себя. Он заставляет меня осторожничать. Представьте, представьте, что я зевну, и он ненароком влепит мне маму. Понимаете, что это значит? Еще в школе Александру Гришину прочили актерскую карьеру, отмечая его незаурядные выступления во всевозможных капустниках, КВН-ах и самодеятельных постановках. И сейчас, на перепути, эти воспоминания неожиданным образом стали имбульсом для того, чтобы начать новую жизнь. Александр Гришин решает ехать в Москву в надежде стать актером. Нашли время ездить в Италии! Разве ты не понимаешь, что сейчас происходит? Сейчас история делается по всей карте! Нашли, российское правительство находится в тупике. Чтобы они не стали изгоями Европы, им понадобятся либерали и образованные чиновники. Люди с европейским опытом. Золотые зубы, лысая голова, вот такая шея. Как? Вид такой? Какой надо вид? Я приехал сразу, столкнулся с прелестями московской жизни, с 300 рублями в кармане. Это 97-й год, телефон и автоматы работали. До сих пор этот голос я всегда будет в ушах стоять. Человек, договорились с ним, чтобы он меня поселил. Поселился? Да, да, у себя. Нет, ты говоришь, что меня не будешь. И вот тоже, можно же выбрать, правильно? Можешь выбрать взять свои сумки назад, сесть в автобус, 300 рубля тебе есть и поехать домой. Но это не я. Это не я. Вы что? Чтобы я приехал, а потом вот так вот уехал туда, чтобы все обрадовались. С-с-с-с-с-с, а-а-а, вот так. Нет, ты это не Саша. Я в бомбу буду пробивать эти стены. Не нужно говорить, что я поступил опрометчиво. Я должен здесь появиться. Я люблю сцену ночью, когда уже спектакль отыграл, когда тихо, никого нет в театре. Я иногда прихожу, это появилось у меня еще со второго курса, я прихожу, сажусь вот так и смотрю на зал. Я очень люблю эту сцену, она такая волшебная, просто потрясающая. Сейчас, пять секунд. Нашел ее, это уже здесь лежит, а ты жива, ты жива, ты жива, зашел, закрутил. Я не понимаю иногда смысл прочитать, потому что читаю слишком быстро, когда ты пишешь. Я стараю, я умираю, это похоже на... Я от страсти замираю. Я стараю, умираю, я от страсти замираю. Я стараю, я от страсти замираю. Я стараю, я от страсти замираю, 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 я от страсти замираю. по-хорошему, в аферы. Так многие режиссеры мне говорят, что у меня не сочетается лицо с тем, что у меня внутри. Так что я на самом деле рыжий клоун, а внутри я немножко пьеро. Единственное, что могу сообщить вам, то что со дня на день ожидается приезд вашего суженого. А он, когда приедет, отдохнет, досвыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент. Если она, конечно, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат. Алексей Владимирович Бородин взял меня в Российский экономический молодежный театр после курса, который я закончил у него. Но я же, Гришин, я же должен сам все сделать. Вот характер, вот это характер человека. Я очень благодарен, что он понял это мое желание. Я очень благодарен ему. Потому что я три года проработал в театре на Юго-Западе, я не считаю, что это потерянное время. Это была огромная школа. Потрясающая школа. Здесь я был, как у Христа, за пазухой. Ваш опыт позволяет вам видеть картину. Делать мечту наглядной, чтобы она быстрее сбылась. Так? А дальше? Что? Дальше. Вот вы сказали, что я не понял самого главного. Мне бы хотелось знать, что вы имели в виду. Правда? А зачем ты ушел от Беликовича и пришел в результате в театр Бородина? А от Беликовича, ну там сложились так обстоятельства. Так обстоятельства жизненные сложились, что я понял, что нужно менять, опять кардинально менять жизнь. Потому что я не могу стоять на месте. Я понял, что нужно дальше. 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 Вперед. И я, естественно, Алексею Владимировичу возьму, возьму. И я снова начал все сначала. Все сначала. Тут вот смотри. О! Говорят, если гвоздик нашел, это кроли. Субтитры подогнал «Симон»!